Всем привет! Меня зовут Галенков Александр и я преподаватель по химии в федеральной сети учебных центров Годограф. Сегодня мы с вами рассмотрим всю необходимую теорию и решение заданий демонстрационного варианта ЕГЭ 2017 года. Задание номер 31 ЕГЭ по химии 2017 года. Железо растворили в горячей концентрированной серной кислоте. Полученную соль обработали избытком раствора гидроксида натрия. Выпавший бурый осадок отфильтровали и прокалили. Полученное вещество нагрели с железом. Напишите уравнение четырех описанных реакций. Давайте разбираться, как решать это задание. Еще раз прочитаем первую реакцию. Железо растворили в горячей концентрированной серной кислоте. Итак, здесь очень важное у нас с вами идет уточнение, что кислота горячая и кислота концентрированная. Это накладывает, естественно, определенные изменения на эту реакцию. Итак, первая реакция. Чистое железо реагирует с концентрированной серной кислотой при нагревании. При нагревании у нас с вами будет проходить реакция между серной кислотой концентрированной и железом. А вот в отсутствии нагревания железо будет пассивироваться и реакции не будет. Поскольку у нас с вами серная кислота концентрированная кислота окислитель, то она окислит железа до степени окисления плюс 3. А значит, у нас с вами будет получаться сульфат железа 3. Также у нас с вами должны получиться какие-то продукты восстановления серной кислоты. Скорее всего, это будет СО2. И также куда-то нам с вами нужно деть водород, поэтому, конечно же, это вода. Нужно помнить, что концентрированная серная кислота и азотная кислота никогда не отдают свой водород в качестве водорода, он всегда уходит в воду. Напомню вам, что в задании 31 очень важно уравнять уравнение реакции, которые вы написали. Даже если вы напишите правильно все реакции, но их не уравняете, баллы вы за них не получите. Поэтому давайте уравняем. У нас с вами было железо 0, стало железо плюс 3. Мы с вами видим, что становится ФРМ2 СО4 трижды. А значит, железо у нас, скорее всего, должно быть 2 штуки. Они вместе отдали 6 электронов, которые получила сера, которая была плюс 6, стала плюс 4. И получается, что у нас с вами всего должно было выделиться 3 СО2. Получается, что здесь 3 серы и здесь 3 серы. Значит, всего нам нужно 6 молекул серной кислоты. И, соответственно, нам с вами нужно выделить 6 воды. Прекрасно. Давайте прочитаем, что же произошло дальше. Дальше. Полученную соль, это наш с вами сульфат железа 3, обработали избытком раствора гидроксида натрия. Итак, вторая реакция. В результате этой реакции, она классическая, это реакция обмена, будет получаться гидроксид железа 3, который выпадает в осадок, а значит, эта реакция имеет смысл. И растворимый сульфат натрия. И также мы с вами обязательно должны уравнять эту реакцию. Было 2 железа, ставим 2. Суммарно получается, что нам необходимо 6 гидроксильных групп, значит, берем 6 натрия OH. И получается, что 6 натриев и 3 группы сульфата должны нам с вами дать 3 молекулы сульфата натрия. Итак, посмотрим, что произошло дальше. Выпавший бурый осадок, опять же, вам дают намек на то, что выпадает гидроксид железа 3. Нужно помнить, что он бурого цвета, и это должно вас подтолкнуть при решении данного задания на то, что выделяется именно он. Итак, бурый осадок отфильтровали и прокалили. Итак, феррум третья реакция. Феррум OH трижды нагревается. Что у нас с вами может произойти при нагревании, в принципе, любого гидроксида? Из него уходит вода. Поэтому у нас с вами должно получиться оксид железа 3, феррум 2О3, и вода. И снова здесь 2 железа, ставим двойку. Получается, что у нас должно выделиться 6 водорода, значит, 3 воды. И по кислородам у нас с вами все ровно. Итак, смотрим, что произошло дальше. Полученное вещество нагрели с железом. То есть к нашему с вами оксиду железа 3 мы добавили чистое железо и нагрели их. Четвертая реакция. Плюс чистое железо. Что у нас с вами здесь может произойти? Здесь железо будет само себя окислять и само себя восстанавливать. У нас с вами железо 0 и железо плюс 3 встретятся посередине в состоянии железа плюс 2. И у нас получится феррум О. Итак, если железо 0 отдает 2 электрона, а железо плюс 3 получает всего 1, то мы с вами просто ставим тройку перед феррум О. Итак, 4 реакции, 4 балла за каждую. Соответственно, я вам напоминаю, что обязательно нужно уравнять каждое уравнение в данном задании. При этом в этом задании нам с вами говорят по стадийной реакции. Также вам могут предложить в этом задании из предложенного перечня веществ написать 4 реакции. Чаще всего 2 реакции там бывают очень простыми. Одна сложной и одна, которая редко встречается. Опять же, если вы напишите только одну реакцию, вы получите 1 балл. Вы напишите 2 реакции, вы получите 2 балла. 3 реакции, 3 балла. Если вы напишите, допустим, первую, вторую и четвертую реакцию, допустим, мы с вами не можем написать первую реакцию, но вы знаете, что бурый осадок железа это феррум О аж трижды. Мы с вами можем написать третью реакцию и четвертую. И вы все равно получите 2 балла. Поэтому в этом задании очень важно оценить, какие реакции вы можете сделать, сделать их вне зависимости от того, какой порядковый номер они имеют, и написать их на вашем бланке ответов. Это было задание номер 31 ЕГЭ по химии 2017 года. Надеюсь, что наши видео помогут вам подготовиться и успешно сдать ЕГЭ по химии в 2017 году. Записаться на бесплатное пробное занятие вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Гульников Александр. Пока-пока.